Психологи образовательных организаций Ненинского округа в будущем смогут оказывать психологическую помощь и поддержку гражданам, пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций. Для этого в Наринмары, Санкт-Петербурга, прибыл практикующий психолог, который сам не раз бывал на месте ликвидации ЧС и знает все о специфике своей работы. Обучение проходит в рамках двухдневного семинара, на одном из которых побывала наша съемочная группа. Сергей Крутов работает в Центре экстренной психологической помощи МЧС уже более семи лет. Вспоминает, первые выезды на место ликвидации ЧС воспринимал иначе. Тогда еще не было четкого осознания того, с чем придется столкнуться в той или иной ситуации. Сейчас за плечами Сергея большой опыт работы психолога в экстремальных ситуациях. И своими знаниями он охотно делится с другими психологами, которые по долгу своей службы с чрезвычайными ситуациями не сталкиваются, но при необходимости должны быть готовы оказать экстренную психологическую помощь пострадавшим. Я надеюсь, что у людей, которые были у нас на занятиях, в итоге в голове, в душе, в сердце останется какое-то ясное понимание того, что они могут делать и чего они ни в коем случае не должны делать, если вдруг их привлекут к психологическому сопровождению, аварийно-спасательных и других неотложных работ. Северо-западный филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России отвечает за подготовку психологов во всем северо-западном федеральном округе, поэтому обучающие семинары проводятся в том числе и в нашем регионе. По словам руководителя Центра ДАР Оксаны Зениной, в двухдневном семинаре принимает участие 16 психологов, в том числе и из окружных школ и средних профессиональных учреждений. На этом семинаре мы знакомимся со спецификой работы экстренной психологической службы, потому что психолога, конечно же, она отличается от той психологической службы, которая у нас сегодня есть в образовательных учреждениях, где мы ведем по долгу консультации и к нам записываются на приемы. Чрезвычайная ситуация – это та, которая может произойти с массовым, будем говорить, скоплением народу, которому нужна психологическая помощь. И в данном случае какие направления, алгоритм работы, вплоть до того, какие фразы говорить пострадавшим. Экстренная психологическая помощь не терпит отлагательств. Чем быстрее она будет оказана, тем больше шансов, что пострадавший человек сохранит свое психологическое здоровье и сможет вернуться к нормальной жизни. Именно поэтому психологи МЧС России прибывают в зону чрезвычайной ситуации одновременно со всеми оперативными службами и работают в круглосуточном режиме до окончания работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Но помощь пострадавшим может потребоваться и позднее. Здесь на помощь придут местные психологи. Сами психологи МЧС работают непосредственно в эпицентре событий чрезвычайной ситуации и только тогда, когда ведутся там аварийные спасатели, другие неотложные работы по ликвидации последствий. Потом вся группировка уезжает в пункты постоянной дислокации, а люди пострадавшие и родственники погибших остаются на месте. И получается, что они, грубо говоря, без присмотра. И вот для того, чтобы у них была возможность получить психологическую помощь и поддержку, в дальнейшем уже после того, как чрезвычайная ситуация случилась, привлекаются психологи как раз местных организаций. А в ЧС они привлекаются для того, чтобы немножко помочь психологам МЧС, но для того, чтобы наладить первый контакт с потенциальными клиентами своими на потом. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.